Добрый день, уважаемые коллеги. Александр Михайлович говорил о том, что мы в рамках своей профессии широко довольно расширяем свои полномочия. Ну вот я продолжу расширять наши полномочия еще в одной из сфер наших деятельностей в рамках трансфузионной медицины. И предлагаю обсудить сегодня одно интересное, важное, актуальное понятие – менеджмент крови пациентов. Попробуйте разобраться, что это такое и что нам от него ожидать и как с ним действовать. Убирилось оно не так давно, 15 лет назад. Инициатором был Джеймс Эрвистер, профессор, гематолог из Австралии. Довольно быстро мировая общественность охватила этот термин и это понятие. И в 2010 году Всемирная организация здравоохранения был легализован и объявлен как подход, повышающий безопасность трансфузионной терапии. Не сразу получилось сформировать четкое определение. В общем, это формирование продолжается. Ну вот один из вариантов, продукт консенсусной конференции, состоявшейся во Франкфурте в 2015 году. Менеджмент крови пациентов определен как стратегия применения научно-обоснованных технологий, направленных на поддержание концентрации гемоглобина, оптимизации гемостаза и минимизации кровопотери. В общем-то, ничего нового, мы давно этим занимались и не на менее доказательной базе. Более удачное определение, на мой взгляд, сформировал и Борис Тжибурт, определивший менеджмент крови пациента, как подход, основанный на доказательствах к оптимизации лечения пациентов, которым понадобилось переливание крови. Вот это уже более четко, несколько более четко сформировано и, наверное, ближе к жизни. Внимание профессионального сообщества к понятию patient blood management, менеджмент крови пациентов довольно пристально. Вот здесь представлены названия, титульные листы двух крупных международных организаций содружеств для развития менеджмента крови пациентов, лечения пациентов с нарушением гемостаза тромботическими проблемами НАТО, серьезная трансферологическая организация, другая организация. И вот наша страна тоже в этом плане не отстает. Мы тоже объединили специалистов для решения этой проблемы. То есть, оказывается, не просто вот этот Джеймс из Биста что-то придумал 15 лет назад. Очевидно, какая-то серьезная подоплека в этой проблеме существует. Что же здесь нового? Мы довольно давно лечим кровотечение. Мы хорошо знаем средства, которыми мы можем осуществлять трансферологическую помощь. Это компоненты и препараты крови с одной стороны, целая серия альтернативных технологий с другой. Почему сейчас потребовалось вот это формирование и понимание вот этой структуры, концепции и так далее, понятия, с которыми мы пытаемся разобраться? Менеджмент крови пациентов. Да, мы давно все на самом деле это знаем. Ну, основных причин несколько. Во-первых, клиническая трансфузиология на сегодняшний день междисциплинарна, мультидисциплинарна. Да, уже вот это, я так позволю, сленговое самопридуманное выражение. Очень мультидисциплинарно, практически мало можно назвать медицинских специальностей, которых удается обойти проблемы крови. С другой стороны, трансфузионные инструменты, применяемые, они высокоэффективны, но потенциально небезопасны. Речь идет не только о компонентах крови, которые, в принципе, напомню, при всех современных технологиях это уменьшившие, потенциально являются предметом биологической опасности. В России существует особая государственная структура, именуемая Федеральной медико-биологической агентством. Ее задача основная – контроль опасных технологий, опасных для населения технологий. Они контролируют две технологии – это ядерная энергетика и трансфузионная медицина. Поэтому этот факт следует учитывать. И альтернативные технологии тоже, они высокоэффективны, те же средства гемостатической терапии, но потенциально несут в себе риски тромбозов либо кровотечения при назначении антикоагулянтной терапии, профилактики. То есть здесь есть о чем задуматься, что контролировать и что поддерживать. Ну и самое главное – разнообразие трансфузиологических инструментов. Трансфузиология существует, но порядка двух лет точно документированно существует. При этом, посмотрите, очень домовитая хозяйка, много инструментов она набрала за это время, ничего не выбрасывая из своей практики. По сути, трансфузиология когда-то началась с процедуры кровопускания. Только вот, естественно, обработанная в определенном технологическом плане современными средствами, эта процедура по-прежнему остается в нашем распоряжении. Ничего из того, что трансфузиология брала в свое распоряжение, ничего из этого не исчезло. То есть трансфузиологических средств и инструментов довольно много, и с ними было бы неплохо разобраться. То есть вот этот менеджмент крови пациентов, он не лишний, это не пустое выражение, оказывается, он нам можно. Ключевые инструменты этого технологии, назову ее технологией, что по сути мы разберемся, надеюсь, в конце доклада, а может быть и нет. Ключевые инструменты patient blood management – это компоненты доморской крови, как ключевой. Естественно, существуют альтернативные технологии, а вот гемотрансфузию никто не отменял, но все-таки по сей день основа – это компоненты доморской крови. Целая группа фармацевтических средств, будь то стимуляторы гемопоэза, будь то средства фармацевтического гемостаза, и, что важно, лабораторные технологии, без лабораторного контроля использования ни одного из этих инструментов практически не получается. Что касается взаимоотношений финансовых технологий, финансовых трансфузиологических средств и альтернативных технологий, ситуация такова, по крайней мере, в России, что большая часть государственных учреждений получает компоненты крови как бы бесплатно. Они финансируются из федерального бюджета, из городского бюджета, из региональных бюджетов, и создается ощущение, что кровь, она бесплатна. А вот альтернативы, те же самые концентраты протрамбинового комплекса, или высокодозированное железо, или эритропоэтин, они стоят денег, и они на роде. На самом деле нет. Ничего не бывает бесплатно, здесь никакого открытия, и за те же компоненты кто-то платит, просто мы не видим этих денег воочию. На самом деле альтернативные технологии по своей стоимости, по крайней мере, точно совершенно не превышают применение компонентов дома. И далее нужна лаборатория. Например, терапия кровотечений. Кровотечение – это яркий процесс, его видно воочию, мы его лечим, и оно останавливается, значит, мы правы, мы его лечим, оно не останавливается, если мы где-то ошиблись, всегда ли нужен лабораторный контроль этого процесса. Но, в принципе, существуют протоколы, которые, по крайней мере, на начальном этаке такого лабораторного контроля не подразумевают. Известная стратегия терапии массивной кровопотери, глобальная стратегия массивной гемотрансфузии. Она основана на соотношении современных компонентов крови при массивном кровотечении соотношение по умолчанию. И в оптимальном виде, ну, есть определенные споры, но в оптимальном виде она представлена в виде равного соотношения эритроцитов плазмы донатора фибриногена кривопрецепитата и концентрата тромбоцитов. Вот здесь вроде бы все понятно. В принципе, есть понимание, есть определение, что такое массивная кровопотеря. Мы знаем, когда этот протокол запустить, и он должен быть понятен и логичен. Но посмотрите, что получается. Оказывается, вот эти действия по умолчанию, они не всегда приводят к успеху. Пожалуй, самое социально значимое, самое обсуждаемое в плане исходов кровотечения – это кушерская практика. Две работы из-за кушерской практики представлены вашему вниманию. Результаты вот этой эмпирической протокольной терапии по умолчанию в равных соотношениях эритроциты плазмы и тромбоциты не всегда приводило к отсутствию развития постгемиологической кугулопатии кровотечения. Точно так же, как и добавление по умолчанию фибринконцентрата фибриногена к этой терапии не всегда гарантило от развития послеродовых кровотечений. То есть, оказывается, без лабораторной практики по умолчанию работа сработает, наша терапия сработает не всегда. Когда правомерно этого, когда по силу каких-то технических причин или в силу чаще массивности кровотечения у нас нет возможности отконтролировать ситуацию. Тогда, да, работает слепой протокол, который вам представлен. Будет более правильным, как только у нас появляется возможность контроля, присоединить к этому еще и лабораторную практику. Не только клиническую картину кровотечения, но и лабораторную практику. И перейти в этом протоколе к целенаправленной терапии показания к назначению каждых компонентов крови. Они прописаны, мы их понимаем. То есть, все компоненты patient blood management должны присутствовать, тогда это в большей степени, если не гарантирует, то выводит наш коспиль. Что касается лабораторной практики в рамках patient blood management, наши возможности гораздо выше на сегодняшний день, чем видно на поверхности. Например, терапия железодефицитных анемий. Понятно, и мы об этом будем говорить сегодня на сателлитном симпозиуме в седьмом зале через некоторое время. Но понятно, и мы хорошо знаем, что железодефицит не лечится классически гемотрансфузией. Она допустима только при развитии каких-то витальных показаний. Но если мы близки к витальным показаниям, мы выполнены, например, в послеоперационном периоде, где-то работаем на грани, мы выполнили терапию препаратами железа, пусть это было высоко дозированное железо, мы ожидаем эффекта. Но когда мы увидим эффект у тяжелого критического послеоперационного пациента по уровню гемоглобина, сможем ли мы поориентироваться по высшему содержанию железа, когда мы ожидаем прирост перетина, что это случится довольно нескоро, это недели, это не анестезиологический срок. А вот есть более четкие показатели лабораторных данных, которые быстрее нам могут дать информацию. Это диапазон распределения эритроцитов. Если он вырос значимо после нашего введения препарата, значит появились молодые формы, пошло правитоварение. Мы ожидаем в ближайшее время повышения гемоглобина и, соответственно, гемотрансфузия не нужна. Рез гемоглобин или содержание гемоглобина в ретикулоцитах. Если он низкий после введения препарата в железо, эффекта нет, и, скорее всего, гемотрансфузии прибегнуть придется. Если он прирост, соответственно, мы праве ожидать. Есть более глубокие возможности у интегральных тестов при лечении кровотечения, например, тромбоолистография. Она широко обсуждается как инструмент пейшнт-лабораторный, инструмент пейшнт-лаб менеджмент и как инструмент, серьезный инструмент определения показаний для транспорта. Но она тоже иногда должна быть расширена в рамках этой технологии. Такие возможности существуют. Клиническая ситуация. Не будем углубляться в суть, но так случилось, что оперативное родоразрешение настроено на доношенном сроке беременности у этой пациентки привело к массивному кровотечению, проводилась, соответственно, трансфузионная терапия, но есть признаки колоблопатического кровотечения. Есть вот такая картина по данным тромбоэстограмма. Была массивная кровопотеря, мы уже перелили большой объем свежезамороженной плазмы. Есть удлинение интервалов Р и К. И это видно визуально. Очевидно, дефицит из плазменных факторов нам нужно прибегнуть к введению концентрата протромбинного комплекса. Давайте немножко расширим наше представление о ситуации. Выполним, например, тест гипериназы. Это на самом деле не некая неожиданность. Вот этот пакет, отходя в сторону, могу сказать, что этот пакет исследований плюс нативная тромбоэстограмма, плюс гипериназа и дальше тест на функциональный эфибриноген в рамках нашей практики считается стандартным при любом акушерском кровотечении. Вот в данном случае он сработал. Тест гипериназы демонстрирует, что гипокоагуляция связана не с дефицитом протромбинного комплекса, а с присутствием гепарина. Это отдельный разговор. Иногда случается такое присутствие при проведении реинфузии крови, стабилизированной гепарином. Не будем углубляться в этой причине, они существуют, но факт тот, что здесь совершенно другая тактика. Здесь не требуется никакая ни транскузия, ни введение, ни применение альтернативных стрессов, а просто нейтрализация гепарина введением протонина сульфата. А если он не поможет, мы разложили нормальный показатель максимальной амплитуды на составляющие функции фибриногена, которые всегда изначально повышены в беременных третьего триместра, и мы сохранили в данном случае в высоком уровне, на высоком уровне транскузии свежезамороженной плазмы, и низкий показатель максимальной амплитуды МА-плейтлит, демонстрирующий некую тромбоцитопатию. Независимо от количества тромбоцитов, их функций недостаточно. И вот по этому углубленному исследованию нам становится понятно, что мы не будем доливать свежезамороженную плазму при внимании концентрата протоминного комплекса в этом, а введем протоминный сульфат, а если он не поможет, тогда выполним транскузию тромбоцитов. Нам нужна и нужна в весьма углубленном плане. Интересно, что и производственная трансфузиология современная добавляет определенные новые введения для менеджмента крови пациентов. Мы знаем, что на сегодняшний день компоненты крови разделяются не просто на плазму, эритрофициты и тромбоциты, например, они еще различаются по методу производства. Они могут быть получены с цельной кровью или методом эфиреза. И, кроме того, различаются по целому спектру примененных дополнительных методов обработки уже в постпроизводственном процессе вторичного фракционирования. В результате нам в практику, нам в операционную приходят эритрофициты, компоненты крови не просто эритроциты, тромбоциты или свежезамороженая плазма, но с целой серии еще характеристик. Они вирус инактивированы, они облучены и так далее. И это несет определенные свои свойства. То есть, здесь тоже нам придется выбрать. Как получается, как бы нам не хотелось, но идеального компонента крови не существует. И есть определенный выбор и по производственным каким-то характеристикам для определенных ситуаций. например, для заместительной трансфузионной терапии в гематологической практике из концентратов тромбоцитов нам будет более интересны аферезные концентраты на добавочном растворе. Для практики, например, массивного кровотечения нам предстоит определенный интерес пулированные полидонорские концентраты тромбоцитов по принципу того, что при кровотечении может случиться так, что не каждый концентрат будет эффективен при полидонорском пуле есть тромбоциты от нескольких доноров и если не сработает один, может сработать другой и эта стратегия тоже оправдана. Кроме того, это дополнительный ресурс, который мы не вправе выбрасывать это тромбоциты из разовых доз от пулирования и их обработка может привести к появлению эффективного средства, которое, тем не менее, целесообразно применение во всех абсолютно структур. Здесь тоже есть определенные новшества, которые требуют менеджмента или выбора, если более просто говорить. Но помимо средств серьезных, о которых мы говорили, оказывается, есть помимо фармацевтических гемостатиков применительных к массивной кровопотере и когулопатии и помимо компонентов крови, оказывается, существуют еще неспецифические методы коррекции системы гемостаза при кровотечениях. Вот они лежат в основе этой пирамиды. Это так называемая группа неспецифических методов, куда входит коррекция гиповолемии, поддержание температуры. Не секрет, что все компоненты системы гемостаза это ферменты, они, наверное, зависят от PH, зависят температуры окружающей ферменты, на которых они построены, температура окружающей среды и клеточные компоненты тоже. Логика проста этого процесса. Чем холоднее, тем ленивее двигаться, как со всем окружающим, в чем клиническая граница лености для компонентов системы гемостаза лежит на 35 градусов Цельсия. Цифра вполне реальная и для, не только для каких-то экстренных ситуаций, но и для плановой хирургической практики. И вот эти простые методы устранения гиповолемии, нормализация кальция, устранение ацидоза, гипотермия, они просты, но их тоже нужно выбрать и отследить их необходимость, и в этом тоже есть элементы менеджмента. Там было указано в предыдущем слайде, как средство коррекции нарушения гемостаза, коррекции анемии, и это не ошибка. Эритациты, они несут определенный класс гемостаз, причем четко совершенно существует доказанный эрологический эффект. Опять же, если вы хотите обсудить это подробно, приглашаю вас в седьмой зал через час, там мы поговорим об этом. Существует вклад эритацитов в формирование гемостаза, и тоже это требует некого системного внимания. система гемостаза сама по себе довольно непроста для работы с ней. На сегодняшний день актуальное представление системы гемостаза как о комплексе механизмов разнонаправленного действия и постоянно находящихся взаимодействия между собой, и результатом этого взаимодействия является определенный баланс. баланс, зависящий от приходящих обстоятельств, от состояния пациента, от наших с вами действий. Вот управление балансом тоже, в общем-то, несет в себе некие элементы действия в рамках менеджмента, соответственно, тоже требует определенной необходимости. Причем, естественно, это требование к ситуации еще и зависит от конкретной ситуации и категории пациентов. Понятно, что для массивных кровотечений нам более интересно создать максимальную гиперкоагуляцию до каких-то тромботических ситуаций. Наоборот, создать максимальную гипокуляционную ситуацию, при этом даже рискуя привести к каким-то геморрагическим осложнениям, здесь есть определенный выбор наук обоснованный и основанный на современных технологиях. Понятно, да, общая стратегия это легкая гипокогуляция, но этой гипокогуляции достигнуть бывает неплохо, без лабораторного контроля. То есть здесь опять же прослеживаются три инструмента в работе с системой гемостаза, в критических состояниях или нет, три инструмента пенсионного 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 быть хотим и не хотим, эта технология присутствует у нас везде. Вот интересно, тоже результат одной из первых конференций представления о менеджменте крови пациентов. Три основы или три столба, три кита этого понятия были озвучены совсем недавно, буквально вот 5-7 лет назад. это максимизация резервов за счет коррекции анемии, это минимизация кровопотерей и кровоточивости и оптимизация физиологической толерантности к анемии. Ну вот, да, это, наверное, фундамент, это три основы, но скорее это фундамент не всего здания менеджмента крови пациента, а лишь его крыльца, поскольку здесь учитывается скорее только хирургическая практика и почему-то вопроса исключительно практический ток анемии. Как мы уже только что поговорили, patient blood management подразумевает выход далеко за пределы анемического синдрома и подразумевает точно совершенно не только хирургическую практику. Вот таким образом разделили стратегию технологические авторы вот этого крупного недавнего обзора. Они выделили менеджмент крови пациентов хирургической практики и менеджмент крови пациентов нехирургической практики. Куда они отнесли работу с пациентами, как самые яркие примеры работы с пациентами с циррозами печени, почему-то акушерские кровотечения и критические состояния. Ну вот, кстати, тоже анонсирую принципы patient loss management при критических состояниях будут обсуждены завтра на семинаре по заседании по инфузионной терапии в ряде докладов Института Стефасовского и 52 Московской городской больницы. Ну вот так авторы выделили основные разделы нехирургического приложения стратегии менеджмент крови пациентов. Я добавил отсюда еще два важных раздела. Это амбулаторная онкология. Не могу сказать за все регионы России, но для Москвы это стало довольно серьезной проблемой. Существует довольно большой пул пациентов, которые проходят химиотерапию в амбулаторном режиме по полным онкологическим заболеваниям, которые имеют определенные трансфузионные проблемы и потребность трансфузии. Соответственно, эти трансфузии каким-то образом должны быть оптимально организованы, потому что их проблемы с ними везут дальше к задержке химиотерапии, на адекватной терапии и, соответственно, ухудшают прогнозы заболеваний. И целая группа это антитромботическая терапия на амбулаторном этапе. Пациенты, несущие, с одной стороны, в ряде случаев необхоедуемость коррекции наблюдения эффекта антикогулянтов, с другой стороны, несущие риски кровотечения и, соответственно, потребности во всех инструментах patient blood management, включая трансфузионную терапию. Очевидно, они тоже должны попасть в рамки действия вот этой стратегии или этого группы методов. Итак, что на сегодняшний день менеджмент крови пациента? Стратегия, возможно, да, но она уже более четкая, эта структура более четкая, это понятие более четкое, нет же просто стратегическое направление. Концепция, возможно, тоже и что-то входит от этого, но менеджмент крови пациентов уже точно совершенно пережил стадию концепции, это более сформированная структура. Система и вот это, пожалуй, ближе, но только от полноценной системы до полноценной системы менеджмент крови пациентов пока не дошел, здесь нам нужно предстоит много и много работать, чтобы сделать эту систему ценной и полноценно функционирующей на всех органах, на всех уровнях и у всех форм, у всех дисциплинах медицинской практики. Ну и самое главное, два момента я хотел бы сказать в заключение. Один, это цитата из работы нескольких крупных европейских трансфузиологов, patient blood management это не про трансфузию, это про пациента. И второй тезис я бы добавил от себя, менеджмент крови пациента это не ограничение трансфузии, это рациональное использование компонентов крови и других спектр. спасибо за внимание. Готов ответить